Всем привет! Меня зовут Живанова Светлана. Я заводчик по роду кошек Пиксибоб. И сегодня я с вами хочу поговорить о коронавирусе. Есть три причины, по которым не стоит бояться коронавируса. Первая причина. Коронавирус не опасен для человека. От слова совсем. Вирусы, которые находятся у кошек, и вирусы, которые находятся у людей, они разные. Сейчас очень сильно раздута тема коронавируса, ковида. Все напуганы пандемией, все напуганы тем, что умирают очень много людей. Но никто не говорит о том, что очень многие люди являются просто носителями. И о том, что они являются носителями, они не знают от слова совсем. Почему? Потому что это никаким образом не проявляется на их здоровье. Они не болеют вообще ничем. Узнают они это чисто из-за того, что сдали тест и узнали, вот он коронавирус. У кошек происходит практически то же самое. Вторая причина, по которой не стоит бояться корону. Корона – это не болезнь. Корона – это не болезнь. Еще раз повторю, не болезнь. У каждой болезни есть какая-то симптоматика, симптомы, по которой определяется болезнь. Ну, например, у человека, чтобы вам понятнее было, вы заболели, у вас грипп, вирусный, вирус, да, грипп – это вирус. Соответственно, вы меряете температуру, у вас высокая температура, вам плохо, вы лежите, ничего не можете сделать, вас ломят руки-ноги. То есть, вот эта симптоматика способствует, говорит о том, что это болезнь, похожая на грипп. Соответственно, вы сдаете анализы, вы смотрите ваше самочувствие внутри и снаружи. У кошек же коронавирус абсолютно может протекать бессимптомно, и вы не будете знать. Единственное, что болезнь может быть – это ФИП. ФИП – это когда коронавирус переходит, мутирует в ФИП, то есть мутация проходит. Но, дорогие мои, только четыре, четыре только коронавирусных штамма может мутировать в ФИП. И все, и больше ничего. А остальных тысячи, они могут приходить, уходить, и вы об этом не будете даже знать. Поэтому бояться заражения коронавирусом у кошек вообще не стоит. Третья причина, по которой не стоит бояться коронавируса у кошек. Все кошки практически 95% являются носителями коронавируса. Носительство – это не значит, что плохо. По-моему, так носительство – это, наоборот, очень даже хорошо, потому что вырабатываются антитела, стойкий иммунитет, и животные при встрече с какими-то коронавирусами разных форм не заболеют. Поэтому опасаться того, что ой-ой-ой, как страшно, вот вы пришли к врачу, вам говорят, ой, у вашего там котика носительство коронавируса, и вы идете и уже практически хороните этого котика, что все, он умирает. И он уже не такой подвижный, не такой активный, и все совершенно плохо кажется вам. На самом деле, ничего страшного нет в этом, абсолютно, от слова совсем. Вы всю жизнь можете прожить с этим котиком и не узнать, что у него коронавирус. А как вы определяете, есть он коронавирус или нет? Ну, собственно, бывает какая-то симптоматика, когда послабляется иммунитет, перелет там или еще что-то. Этого не всегда происходит. И вы идете к доктору, ой, что-то там, допустим, послабление стула. Доктор говорит, ну, давайте там сдадим на коронавирус на кишечный. Вы слышите, вирус, это страшно, вирус, это болезнь. А если коронавирус, то это вообще умереть не встать. Полстраны искосило, все они умирают, значит, и у кошек точно так же. Да нет, совсем не так же. И совсем не так все проходит. И кошки переносят этот коронавирус и обмениваются этими штаммами коронавирусов. Ничего страшного в этом нет. Итак, подытожим. Три причины, по которым не стоит бояться коронавирусную инфекцию. Первая причина. Коронавирус не опасен для человека. Кошачий коронавирус не опасен для человека. Вторая причина. Коронавирус кошек не является болезнью. И третья причина. Запомните ее. 95% кошек являются носителями скрытыми коронавируса. Страха в этом здесь никакого нет. Вот представьте сами. Вот рождается ребенок. В больнице ему ставят пробу манту. В ЦЖ, да? Соответственно, смотрят реакцию ребенка на то, как происходит. И наблюдает каждый год. То есть, ставят манту и смотрят, растет или не растет. Если она растет, то принимают какие-то меры, принимаются таблеточки какие-то, чтобы затушить это все. Если не растет, ну окей. Так вот, при определенных обстоятельствах вирус может сработать так, что вы можете заболеть. Но если ваш организм нормальный и устойчивый, то вы не заболеете туберкулезом. Проблизительно все вирусы так работают. Несколько лет назад у меня был суд. Владелец, не получивший котенка, попросил сдать меня анализы котенку для того, чтобы проверить на коронавирус. Уже перед вылетом буквально. Почему? Потому что до этого мы сдавали общий анализ, биохимию котенку. То есть, полностью смотрели состояние здоровья. Абсолютно здоровый котенок. Никаких клинических признаков заболевания не было. И перед вылетом мы сдали анализ на коронавирус. Коронавирусная инфекция подтвердилась анализом. У котенка был отличный стул, отличный аппетит. То есть, клиники никакой не было. И, в общем, у нас был суд на эту тему. Почему? Потому что котенок должен был полететь в другой город, очень далеко. Ветеринарные врачи, которые находились в той клинике, сказали о том, что это заболевание, что это болезнь. И, соответственно, владелец, опираясь на экспертное мнение того ветеринарного врача, выдвинул нам вот такие вот слова, что у вас больное животное. С чем мы не согласились. В общем, владелец подал в суд. И мы этот суд выиграли. Мои слова очень воспринимались, не знали правду, неправду я говорю. То есть, я говорю одно, а владелец говорит другое. Где правда? И в результате владельцам инициирована была независимая экспертиза медицинская, которая должна была расставить все точки над «и». И эта экспертиза была сделана в Центре криминалистических экспертиз в городе Москве. Было много заданных вопросов, конкретных ответов. И у меня есть на руках часть этой экспертизы, в том числе исследовательская часть, в которой описана страшно-нестрашно коронавирусная инфекция для кошек. И, соответственно, является ли носительство коронавирусом болезнью. Вкратце, если вам рассказать, то я зачитываю. Коронавирусную инфекцию кошек часто подразделяют на две группы. Первое – высокопатогенные штаммы. Это вирус инфекционного перитонита. По сути, ФИП. Как вы слышите, ФИП – это болезнь. Второе – штаммы, вызывающие легкие заболевания или вообще безопасные для здоровья. А именно – кишечные коронавирусы кошек. Два типа. Вот 95% кошек относятся к тому самому второму типу, когда коронавирусы, они практически безопасны. То есть, они носят их, являются носителями, но они абсолютно безопасны. Еще что хотелось бы ответить по поводу диагностики. Лабораторные тесты, даже самые современные, не дают 100% достоверного результата. Чаще всего, допустим, ФИП, инфекционный перитонит, врачи диагностируют, основываясь на симптомах. В том числе, по истории болезни смотрят общий анализ, смотрят состояние. Если это живот раздутый, есть жидкость, откачивают жидкость, смотрят состояние. Рентген делают. Ну вот, как-то такое. То есть, если есть симптоматика, тогда уже и смотрят на этот коронавирус. Что еще? Некоторые кошки могут не вырабатывать антитела. Но это как бы тоже не очень хорошо. То есть, смотрите, получается так, что все боятся антител, а на самом деле антитела выработаны – это спасение. Спасение к твоему сильному иммунитету. Коронавирус у людей за счастье считается, что если у тебя появились эти антитела, если они у тебя не растут, то ты защищен, твое здоровье защищено. Защищено твоим стойким иммунитетом, который не дает развиваться болезням. Например, чтобы вам было понятно, COVID-19, которого человека, то есть у него есть симптоматика, штамм коронавируса, который может переродиться и дать заболевание в виде пневмонии, то есть симптоматика, затрудненное дыхание. Ну, к примеру, да, это пневмония. Кто-то переносит его как простудное заболевание обычно, а кто-то вообще не знает, что он перенес, что он имеет этот вирус. Антитела есть, да, но он даже понятия не имеет, что он имеет эти антитела. Все зависит от стойкого иммунитета. Что я могу сказать на своем собственном опыте? В моей практике я сталкивалась с тем, когда-то я занималась кошками курильский бобтейл. Весь мой питомник проверялся все до единой кошки на коронавирусную инфекцию. Все они были чистые. Но был случай, когда выпускник, уже подросший в новом доме, заболел коронавирусом. Я этого котенка забрала. То есть была клиническая картина. Котенок не ел, не пил, плохо очень это делал, лежал и не играл. И это видно было, что котенку плохо. Просто хреново. И мы забрали этого котенка. И вся картина на лицо говорила о том, что это ФИП. Мы сделали тесты на коронавирусную инфекцию. Тесты оказались отрицательные. Короны нет. Мы подождали еще какое-то время. Сделали еще раз тест. Тест говорит, нет, ничего нет. Вы знаете, картина была утручающая. Это действительно котенок умирал. Это было видно. Его пришлось усыпить там со слезами. И ты понимаешь, что ты бессилен в этом случае. И сделали тут же, сделали патологоанатом, сделала вскрытие. Картина была классическая. И был ужасный ФИП в такой стадии, когда уже все органы разлагались. Я это к тому говорю, что клиническая картина не соответствовала анализам. И был случай наоборот, когда идеальное, здоровое животное, все анализы в норме, идеально, стул, слизистые, все в норме. А тест показывает, что есть корона. Поэтому с тех самых пор, разбираясь в этом все глубоко, я поняла, что не информативно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. Более того, Европа далеко шагнула вперед. И уже сто раз давно не проверяют на коронавирусную инфекцию, относят ее к разряду невирусных аутоиммунных заболеваний. Поэтому отталкиваться надо от клинической картины. Страх какой? Если это ФИП, то вы увидите, что ваше животное действительно совсем не играет, совсем грустное, плохо ест или не ест, не пьет, у нее может раздуваться живот, то есть скопление жидкости может быть. Вот это ФИП. Вот в таких случаях, на такой случай, лично я, как заводчик, эти случаи прописываю в договоре и о том, что если у вас это случается, а никто не застрахован от этого, то я делаю замену. Я не знаю, другие питомники, возможно, этого не делают. И поэтому все так сильно боятся этого. Но вот в моем случае был один случай такой. Что такое случалось? Мы делали замену, чисто, знаете, по-человечески. Потому что мы как бы всегда на связи со своими заводчиками, со своими владельцами, как заводчики. И, соответственно, мы в курсе всех вот этих вот дел. И спасибо вам, что если вы оказываетесь в тяжелой ситуации, не оставайтесь одни, пишите заводчику. Заводчик, как бы это больно ни было, уж поверьте мне, все равно будет с вами. И если вы до конца идете со своим животным, если вы его не кидаете, не бросаете, и нету такого, что типа да умирает ты, да, мы тебя усыпим и все, а идете с ним до конца, это очень ценное качество. Лично я, как заводчик, это очень сильно ценю. И, соответственно, как бы с моей стороны есть действия, которые, ну, как бы оцениваю я, как бы я, допустим, замену могу сделать котенку, если вижу, как вы бьетесь за свое животное, как за родное. Если же вы, знаете, говорите, ай, нафиг оно не нужно, да у вас такое, да мы хотели, чтобы у нас счастье было, и все такое, и никаких проблем. На эту тему я хочу сказать такую вещь, что вы должны понимать, покупая животное, это живой организм, это не искусственная какая-то собачка-кошечка. Если вы боитесь каких-то проблем и не хотите их совершенно, купите себе искусственную игрушку. Купите. Вы будете приходить, она будет сидеть у вас, там, на тумбочке ждать вас, пришли, погладили, посидели, поговорили, там, раз в месяц покупали, там, и все, никаких проблем не будет, вообще, никаких затрат, ни наполнитель, ни корм, ничего. Но если вы покупаете живое существо, ну, хотя бы минимум, что вы должны сделать, хотя бы изучить болезни домашних животных. Кстати, по поводу интернета, недавно мне тоже сказали, почитайте в интернете про коронавирусную инфекцию. Ребята, я знаю, что пишут в интернете и как это пишут. Сама сталкивалась не раз, что иногда там такой бред напишут, что, знаете, страшно становится и абсолютно неинформативно. Если вы хотите, действительно углубляться и понимать, что может произойти от каких-то болезней, читайте научные статьи, слушайте профессионалов с большой буквы. И тогда, если вы даже идете ко врачу, а врач не всегда, к сожалению, профессионально относится к своей работе, то вы будете уже подкованы и вы будете приблизительно на уровне говорить. Потому что уже столкнулись с тем, что врачи, вообще, конечно, такого быть не должно, потому что все, что касается здоровья, должны быть всегда профессионалы. Но тем не менее, есть врачи, которые получили корочки, а есть врачи, которые, действительно, это их профессия, они вот пристрастно к этому относятся, обучаются постоянно, не стоят на месте. Я таких людей вот просто уважаю, ценю, и вот, ну, не знаю, низкий поклон им за это, потому что, опровергая диагнозы нехороших докторов, вы просто спасаете жизни тем животным, которые попали в беду в какую-то. Ну, в общем, такая затяжная тема была. Надеюсь, интересная. Возможно, мы ее еще с вами продолжим, потому что мне есть, что вам рассказать про ту же корону, про те же титры, как проверить, и нужно ли, если вы столкнулись с симптоматикой ФИПа уже, я вам расскажу в других видео. Всего доброго, не болейте. Лайк, подписка, барбарис, кис-киска. Пока-пока.